Сборная Белоруссии останется на Паралимпиаде в Рио, а вот Андрей Фомочкин, тот самый, который пронес на церемонию открытия наш флаг, лишен аккредитации. Он не сможет посещать соревнования летних игр. Так решил Международный Паралимпийский комитет, который почти сутки пребывал в бешенстве и выдумывал, как же наказать белорусов за Димаш. Ведь сказали же, чтобы духу российского флага не было на Паралимпиаде. Но белорусы осознанно пошли против МПК. Комитет возмущен, а вот Кремль, да и вся наша страна восхищены. Уже звучат предложения наградить Андрея Фомочкина орденом дружбы или даже мужества. Его как раз Фомочкину не занимать. Он, несмотря на давление и запугивание санкциями, наказаниями, не испугался и пронес перед многочисленной публикой наш триколор. Андрей Фомочкин уроженец Армавира. И с нами на связи его друг, директор детской спортивной школы по лёгкой атлетике Николай Григорьев. Добрый день! Я вас приветствую. Ну что же, ваши ощущения? Вы гордитесь своим другом? Да, я должен сказать, не только я, все бывшие спортсмены, все, кто сейчас занимаются, не только гордятся и берут с него пример. Вот так надо активно, поступками доказывать свой патриотизм. А всегда он был таким принципиальным человеком? Видите, здесь он прямо вот, несмотря на угрозы со стороны Паралимпийского комитета, он тем не менее принял удар, так скажем, на себя и пронес российский флаг, чем, конечно, нашу страну очень порадовал. Да, я должен сказать, он был всегда не только патриотом, но очень хорошим, честным товарищем. Все мы на него всегда равнялись, отличник в учёбе. И самое главное, он был патриотом и малой родины, в Армавир всегда приезжал. И вот это его поступок, это как бы продолжение его мировоззрения или как сформировавшийся жизненный путь. А часто он в Армавире бывает? Последний раз он был 4 года назад. К сожалению, сейчас у него здесь никого из родственников не осталось. Мама умерла 2 года назад. Младший брат тоже получилось погиб. Отец уехал в город Рыбинск. В данный момент там и проживает. Да, вам большое спасибо. Итак, продолжаем мы. Не личная инициатива Фомничкина это была, это было решение всей команды. О нём спортсмены заранее предупредили президента Лукашенко. Он команду от поступка отговаривать не стал. Как сообщают источники, лидер так и заявил, что если накажут, мы готовы. Братьями не торгуем. Голоруссии уже знают, что спортивные чиновники в бешенстве, что всей команде может грозить дисквалификации. Но в Минске от своего поступка не открещиваются. Это инициатива белорусской делегации. Но это, подчеркиваю, вести государственная позиция нашей страны. Позиция нашего президента. Вы знаете, наверное, он также является и президентом национального олимпийского комитета. Мы поддерживаем в этом решении наших паралимпийцев. Мы солидарны с россиянами и считаем, что российская паралимпийская сборная должна была участвовать в этих соревнованиях. Ну а в целом причины, по которым этот шаг был, этот жест был сделан, мне кажется, объяснять лишний раз не нужно. Россияне, наши братья, все это делалось не ради каких-то наград и не ради какого-то пиара. Я думаю, что не нужно объяснять, что переживали люди, для которых спорт – это не спорт, это вся их жизнь. И мы неоднократно видели и интервью российских спортсменов, которых вот так вот отстранили. Тем более, сама причина того, что отстранили, допинг – это тоже, конечно, вызывает недоумение. Потому что, как говорится, положите на стол факты по каждому спортсмену, которого отстранили. Тогда, конечно, вопрос будет стоять совершенно по-другому. Но доказательств никто не предъявил. Людей отстранили. Поэтому, вот именно поэтому, а не ради каких-то наград и не ради каких-то высоких слов, все это было сделано. В России Фомочкина уже окрестили человеком с большой буквы. Сначала МПК грозился наказать флагоносца, отстранить от игр. Но отстранить от игр непосредственно нельзя, ведь Фомочкин в них не участвует. Но, вот видите, лишили его аккредитации. Хоть так насолили, что называется. Но вот международные функционеры тогда уже думали пойти дальше и отстранить всю белорусскую команду. Но вот благо обошлось. Ну и наши, в кавычках, доброжелатели тоже ополчились на белорусам. Не иначе, как политическая провокация. Гнать этих белорусов из Рио надо. В иностранной прессе уже говорят, что Фомочкин чуть ли не сорвал Паралимпиаду. Но если для мира белорусы, скажем так, люди нехорошие, то для нас настоящие герои. Этот шаг стоит над политикой. Это человеческий шаг, человеческий поступок. Настолько важный сегодня для наших паралимпийцев и для всех нас. Спасибо большое. Я не могу не сказать вам о реакции газеты Guardian, которая написала, после того, как это было сделано, после того, как на стадионе появился российский флаг, она написала, опубликовала статью, в которой сказалось, что белорусы подпортили открытие Паралимпиады российским флагом. Он дословно подпортил настроение яркой, шумной и доброжелательной церемонии открытия паралимпийских игр. Это пишет издание страны, которая считает себя цивилизованной. Это пишут люди, которые полагают себя журналистами. Я понимаю, что сейчас начнутся, видимо, гонения, в том числе и на этого человека. Вы знаете, вот такие статьи и уже позвучавшие заявления о наказании, неизбежности, неотвратимости наказания – это фашизм. Пусть мировая пресса исходится ядом, но мы не бросим братьев белорусов, так же, как и они нас не оставили. Лайф запустил акцию «Поддержи братьев». Добавьте флаг Белоруссии на свое фото. На странице Лайфа во всех соцсетях есть шаблон, его можете скачать, разместить на своей страничке в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте. Лично я уже так и сделала. Белоруссия, спасибо за смелость, честность и взаимную поддержку. Белорусские спортсмены-паралимпийцы, вы красавчики. Им не разрешили, а они все равно пронесли наш флаг на Паралимпиаде, прямо ком в горле. Спасибо, братья. Спасибо, Белоруссия. Победы вам. Преклоняю оба колена, как и обещал. Низкий поклон и огромный респект. Белорус-паралимпиец с флагом России успел пройти четверть стадиона, прежде чем флаг у него отобрали. Эта четверть стадиона стоит любого марафона. Несмотря на запреты, несмотря на давление, они все равно сделали это, еще раз доказав, что паралимпийцы сильные духом ребята. Несмотря на строгие запреты спортивных бюрократов, наши белорусские друзья все-таки вынесли флаг России на открытии Паралимпиады в РИА. Спасибо вам, братья. Поступок белорусов вызвал настоящую истерику в украинских СМИ. Причем сначала большинство крупных интернет-изданий проигнорировали акцию паралимпийцев. И только несколько часов спустя, когда МПК пригрозило Минску санкциями за политический демарш, внезалежные разразились едкой критикой. Возможному отстранению белорусской сборной радовались практически все СМИ соседнего государства. Заголовки кричащие, прогиб засчитан. Или вот, например, белорусский спортсмен забыл, как выглядит его национальный флаг. Поддержка у сборной Паралимпийской России, конечно, огромная во всем мире. И это некое проявление поддержки тоже, оно, конечно, трогательно и заслуживает уважения. Но мы желаем, конечно, Паралимпиаде успешного проведения спортсменов, реализовать свой потенциал. А с нами будем поддерживать наших спортсменов. Наша команда лишилась права выступать на играх в начале августа, незадолго до старта Паралимпиады. Все четыре года больше двухсот спортсменов готовились к соревнованиям, и за три недели до них им сказали «Не поедете». Решение принял Международный Паралимпийский комитет на основании клеветы беглеца Родченкова.